Девушки отдыхают 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 что нужна повторная операция реабилитации, чтобы он хотя бы мог сесть в инвалидное кресло. Сегодня друг односельчанин Иделия Маймылова, Парвин Ахмедов, встречает этот вечер вместе с нами. Он решил поведать обо всем откровенно. Давайте его встретим. Присаживайтесь, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Парвин, вы рассказали об этой истории, о таком трагичном случае в интернете, в социальных сетях. Вы когда познакомились с Иделием или вы росли вместе? С Иделием мы с детства росли, выросли и все детство с ним прошло. И после перелет в Москву, это как 11 лет я в Москве, и чуть-чуть... Но вы его пригласили в Москву? Ну, он прилетел в Москву, мы там виделись с ним, и после... А вы отслеживали его путь? Ну так, переписывались. Кем он работал? Он с этим, как... с сварщиком, сварщиком зарабатывал денег и планировал купить дом в селе. И вот он накопил... А какой он по характеру? Ну... Вы с детства друзья помните наверняка. Он открыт, любитель посмеяться, любитель пошутить, поддержать компанию. И... ну, добрый человек. Добрый, искренний. Как есть. А вот потерял родителей. Все-таки это такая невосполнимая утрата. Родители. Он говорил о своих чувствах? О том, что не хватает родителей, что не хватает заботы? Об этом я с ним не... Не спрашивали? Нет, потому что это... ну, больно как-то родителей спрашивать. Не касалось насчет этого. Вот когда вы впервые обратились ко мне, это было, наверное, года полтора или год назад, да, и я тут же отозвалась, я просто поразилась настоящести дружбы, подлинности дружбы. Вы настоящий друг. Вы взбудоражили всех, всю общественность, и обратились. И, конечно, прежде всего, восхитила ваша жертвенность. Вы ведь по сей день помогаете? Да. Я когда услышал об вот этом инциденте, мы пролетели сюда, это зимой было, сразу же пошли к ним домой, потому что во время операции я не смог пролететь. Пролетел тогда, когда, ну, вот в январе пролетел, сходили к нему домой, проведали. И после, когда сказали, что сбор средства на операцию, и я тут же, ну, в Москве своим, через социальные сети писал посты, там, чтобы собрать средства на операцию. А как вы убеждали? Сегодня при экономическом кризисе достаточно скептически относятся к сборам? Сбор не сильно хорошо шел, когда там отправлял СМС, что надо собрать денег, помогать. Не сильно люди охотно, ну, хотели помочь, так как, ну, тяжело. И пришлось примером приводить, каждому персонально, индивидуально писать, то, что такая ситуация, если, не дай бог, случилось бы с тобой, что бы ты сделал ВНН, ну, на его месте. И я вот вжился в это, и пришлось собрать средства. Словом, отзывались после ваших многократных призывов? Ну, после того, когда опубликовал у себя в социальных сетях, ну, люди смотрели, но никто не это, никто не отправлял ничего. И вы уже старались персонально обратиться? Да, просто пришлось там 300-400 человек, просто пришлось выписывать людей, и каждому писать, либо он, если есть в социальных сетях, либо там, ну, либо в Инстаграме, либо в Ватсапе. Предлагаю восстановить хронологию. Иделя отправляется в Россию, работает там, собирает зарплату. Для того, чтобы приобрести дом. Пересылает средства, приобретает домик барачного типа. Далее что происходит? Возвращается в Кыргызстан для того, чтобы оформить. Да, приехал в Кыргызстан, и с другом они стояли, ну, он уже оформил, стоит, вот этот случай был как? На обочине. На обочине, и машина, ну, со всей скорости сбивает его, и друга чуть, ну, там, его задело друга, а его прям переехало, ну, сбило, потом переехало, и после вот в больницу, и после мы услышали о трагедии. Вы когда его увидели? Я увидел его в январе. Спустя сколько времени? Спустя, наверное, месяца два, наверное. Месяца два? Да, потому что я прилетел. Что вы ему сказали в первый день? Ну, когда я увидел его в таком состоянии, было не по себе. Потому что я всю жизнь видел его вот таким, на ногах оттуда. Приходишь, он лежит в кровати, и... Ну, это не есть хорошо, когда твои близкие друзья, либо знакомые в таком состоянии. И никто бы не хотел бы оказаться на его месте. Я знаю, что и классный руководитель, она является вашей тетей, не осталась в стороне, и объявила сбор, да? Да. Контролирует этот сбор. И думаю, что не только с другом повезло, но и с классным руководителем в том числе. Давайте ее встретим. Алла Мамедовна Курбанова. Сегодня встречает этот вечер вместе с нами. Можно я пожму вашу героическую руку? Спасибо вам большое. Вы просто самый лучший учитель нашей страны, который мог показать свою жертвенность, свою готовность мчаться на помощь. Конечно, это восхитило. В момент нашей первой встречи, когда вы рассказали, каким вы помните Иделя, когда он был маленьким, и какие сейчас вы ведете с ним беседы? Идиль, я взяла этот класс, когда он учился в пятом классе, была классным руководителем. И тогда познакомилась, узнала, что у него такая трагедия в семье, потому что я до этого не знала. Потому что я какой-то период не жила в этом селе у нас. И выяснилось, что у ребенка нету мамы. Он живет с отцом и два брата. Ну, каким помню. Идиль по характеру очень такой оптимист был. И он не показывал, что у него такая вот трагическая судьба. И он не любил принимать помощь. Он такой был независимый. Гордый? Да, гордый. Я иногда пыталась как-то чем-то помочь, как-то его выделить, как-то больше пригреть. И он не очень это хотел принимать. А так он очень добрый, отзывчивый. Был такой мальчишка. Исполнительный, благодарный. У него никакой не было агрессии. Вообще не было агрессии. Вот он улыбчивый такой. Хороший мальчишка был. Учился. Он, конечно, учился средне. Но учитывая, что он с такой семьи, где никто им не занимался. Потому что отец у них был человек... Ну, он остался один. Такой суровый был. Я как-то один раз вызвала его на беседу. Он очень суровый. Такой неразговорчивый. Он ушел по болезни, отец? Отец злоупотреблял. Уже после того, как потерял жену, он выпивал. Но детьми он занимался. Отец детьми занимался. Но не было ни условий в доме, ни какого-то рабочего уголка, как это должно быть. Нет, он не женился. Нет, нет. Нет, он вскоре ушел за женой. Он не женился. И он как мог, как мужчина, как мог, он старался что-то там дать этим детям. А сколько детей было? Трое. Двое старших, Эдик был самым младше. Те постарше были. А где они сейчас? Ну, у них, у тех ребят жизнь сложилась хуже, чем у Эдика. Они как бы, они же остались, потом еще когда, и когда отец был, им приходилось все-таки как-то добывать себе и на жизнь самим. И они где-то по двору, где-то кому-то в огород заглянут, где-то что-то унесут. И их поставили на учет в милицию. И они вот так как-то ушли по наклонной. А Эдика они как-то оберегали, когда он был маленький. А он младше был? Он младше был, да. Эдика как-то... Эдику все готово доставалось, скажем вот так, да. Тем мальчишкам пришлось труднее. Их жизнь ушла в не лучшую сторону. Но они сейчас живы? Они живы. Один очень ведет образ такой, пьет такой. Другой сидит в местах лишения. Другой сидит. Итак, возвращаясь к идилю, Алла Мамедовна, вот такой героический поступок, мне кажется, является наглядным примером для подражания. Вот то, что вы не оставили, вы вспомнили его в детстве, помогли, и сейчас поддерживаете, и контролируете эту ситуацию, и не спускаете на тормоза. Может быть, что-то в вас непосредственно всколыхнулось? Может быть, ваш какой-то случай в жизни? Ну, вы знаете, вокруг столько, правда, бывает случаев разных. И я по своей профессии все-таки, я видела, вижу и видела, и сейчас встречаюсь с детьми разной судьбы. Дети не виноваты. Дети часто расплачиваются за неумение жить взрослым. За их безответственность. И дети бывают жертвы этих ситуаций. И Эдик оказался один из жертв этой ситуации. Зная его характер, и помня его ребенком, он, конечно, достойно был лучшей жизни. Вот мы, а его судьба, почему откликнулась? Ну, мы живем все в одном селе, и мы все друг от друга знаем, и наше село дружное само, и не я одна такая. Я узнала об аварии через месяц, если честно. Ребята почему-то думали, что я знала. А я разговаривала, пришла к соседке своей, разговариваем, и они, ребята, между собой говорят. Я говорю, вы о ком? О Эдике? А что случилось? А вы разве не знаете? Вот тогда я и узнала. Но уже тогда было оказано очень много помощи. И я как бы тоже подключилась, включилась. Но я, конечно, не могла оставаться в стороне, потому что это каждый ребенок, который бывает в моей жизни, в моей профессии, это не моя профессия, это моя жизнь. Я люблю свою работу, люблю этих детей, и каждый оставляет какую-то свою частицу себя у меня в сердце. Это однозначно. А Эдик еще чем не запал? Ну, вот этой своей трудной судьбою, вот этим своим, вот этим своим таким характером. Он, вот, например, есть дети, которые из довольно-таки благополучных семей, они все время ждут себе внимания, им все время чего-то мало. А этот ребенок, наоборот, вот он как-то старался не докучать никого, не надоедать, он мог бы быть и голодным, он говорил, нет, нет, я сыт, и нет, мне не надо. Вот такой вот, вот такой был парень, да? И потом, когда уже он со школы уже закончил учиться, и как он начал дальше продолжать свою жизнь, он приходил ко мне часто, приходил, навещал, с цветами придет, с какими-то подарочками придет. То есть искренне и благодарный, да? Да, да, да. И когда у меня была в жизни трудная ситуация, когда у меня погиб сын в аварии, первый, кто пришел ко мне, из моих учеников, может быть, даже один из первых, это был он, и его слова были такие, что я буду вам помогать, как он. Вот он мне даже вот такие слова сказал. Это было очень, мне тогда было это очень важно. И это мне очень было... Это врезалось в память? Да, очень врезалось в память. Вот его вот эта душевность. А что случилось с сыном? Случилась авария. Авария, 17 лет, перевернулась машина, и погибли. Двое погибли, четверо остались. Вот такая вот случилась беда у меня тоже в жизни. Как сейчас себя чувствует Эдиль? Вот сейчас Эдиле нужна большая помощь, причем медицинская помощь со всех сторон. У Эдиля первую очередь, когда случилась авария, первая операция была на голову. У него была черепа, мозговая травма. И Эдиль изменился сейчас. Вот я сейчас вижу, он стал очень... Первое время, когда я к нему пришла, вот первое время, когда я пришла после аварии, он обрадовался. И у него был... Он такой же был оптимист, улыбается, смеется. Конечно, я не могла сдержать слез, когда я его увидела. Он мне говорит, о чем вы это? Вот я вот встану и пойду. Он думал, что это... Он до сих пор почему-то так думает, что это у него такая легкая авария, и его никто не поднимает, поэтому он не ходит. С каждым днем он становится все агрессивнее, он становится... Путается. И у него вот эта черепно-мозговая травма дает сейчас свои отрицательные результаты. Он становится... Он замыкается сейчас себе, он становится такой... Он не хочет никого видеть. Сейчас очень трудно. Они остались один на один. Практически один на один семья осталась. Никакой врач его не ведет. Никакого нет врача, который постоянно наблюдает вот этот рост, или там, не знаю, вот этот результат лечения. Никакого лечения нет. Была сделана операция. Я обращалась в Министерство здравоохранения с письмом и... Ну, такой жалобой. Почему после операции, когда человеку сделали такую сложнейшую операцию, собрали позвоночник по частицам, у него вытек костный мозг, у него вверх позвоночника собраны определенные болты. И когда его перекладывают в палату, в общую палату со всеми больными, его перекладывают в палату, и никто не сказал, что его надо было зафиксировать плотно, потому что ему нельзя было шевелиться после такой сложнейшей операции. А он... Ну что, это выпустили из-под контроля? Выпустили. Это было выпущено из-под контроля. Давайте узнаем из первоисточника от родственницы Чинара Кашбаева. Встречает этот вечер вместе с нами. Добрый вечер, Чинара. Чинара, вам огромное спасибо. Вы молодец. Все-таки сейчас вы ухаживаете за идилем. Это, конечно, огромная помощь, поддержка. Как вы приходите родственницей? Я сестра. Сестра. А матерь. У нас отцы разные, мама одна. У вас тоже детки есть? Да, у меня трое деток. Ну, не сложно? Все-таки вы наверняка, вам приходится поднимать, да, умывать, ухаживать. Ну, да, сложно, конечно. Но, а что, приходится? Он полностью зависит сейчас от меня, от моих детей, чтобы ему принесли, помогли, подняли. Он вот, он же не чувствует, он вот выше у него работает все. Ну, голова тоже уже не так, конечно, как раньше. Конечно, с помощью людей. Вот вы нам очень утеплили, у нас же лишние условия. И он в этом году, вот, он лежал, он зиму перенес очень легко. Ему было тепло, уютно, нигде его не продувало. Вот нам люди помогли, вы нам вот в лишние условия. Все, ему мебель, обстановку все улучшили. Ему было, ну, конечно, нам намного стало легче. О чем он говорит? Вы ежедневно с утра до вечера вместе. Какие, может быть, душевные обстоятельства? Говорить можно было с ним вот первые дни, когда вот после операции. Вот месяц был. Сейчас нет. Сейчас он, у него вот с каждым днем, ему очень тяжело, он агрессивный, он злится, все не так. Но вот когда с улицы приходят люди, он очень рад. Он прям расцветает, вот как будто вот как раньше. Ну, может быть, ему не хватает общения? Конечно, не хватает общения. Все-таки он практически сам себе предоставлен. Да, да, да. А вы что, вы чисто техническая траектория, которую вот вы стараетесь на себя взвалить, приготовить, решить, это тоже нам узко, я вас понимаю. Я могу только, если честно, я могу только ему принять и кушать, помыть, подмыть, убрать и все. Потому что у меня трое детей, тоже несовершенных. У меня маленький, пять лет. Я с ним вот тоже вот. У меня дочка улучшится. Но он верит в выздоровление? Можно еще раз? Он верит в выздоровление? Он верит, он еще не до конца... То есть он не потерял веры? Нет, нет. Он говорит, что он пойдет, вот еще чуть-чуть время, все у него будет. Какие-то психологические перемены произошли в нем? Вы наблюдаете за этим? Очень. Сильно? Сильно. В чем они сказываются? Это не тот идиль уже, который был. Он очень изменился во всем. Алма Мамедовна, в чем это сказывается? Что вы заметили? Не тот, потому что когда я раньше с ним общался, он мог быть на позитиве. А сейчас бывает так. Не, ну конечно, если бы вы год полежали, вы бы тоже как бы позитив-то улетучился. А сейчас, когда с ним общаешься, он хмурый и не то общение. У него, я не знаю, о чем он... Обида у него. Сегодня у нас в студии известный доктор Кумыш Байшукурова. Кумыш Долгарбековна, знаю, что вы не раз встречались с такими ситуациями. Чем бы вы могли помочь? Ну, поскольку у нас все-таки отделение ментального здоровья и отделение реабилитации, то мы могли бы помочь молодому человеку и делю, конечно, в каком плане? В плане психологической помощи. Вот. Потом у меня есть свои личные связи, контакты среди врачей, нейрохирургов, травматологов, чтобы направили, вели динамическое наблюдение на дому. И реабилитационная помощь на дому – это вот та тема злободневная, которая страдает, в общем, это по республике. Это не то, что касается... Поэтому вот такую помощь можно ему оказать. Ну и как бы, естественно, вы в социальные сети обратились. Я подключусь, имея свой опыт большой практического врача и наш центр. Постараемся ему помочь. Почему? Потому что сейчас у него и состояние депрессии, и наверняка негативные мысли, когда отчаяние приходят, когда ты чисто физически был здоров, и сейчас ты уже ущербный. В отношении того, что он ходить не может. Я поняла, серьезные травмы – это черепно-мозговые, это поражение идет, видимо, двигательных функций позвоночника. Поэтому тут нужна, естественно, помощь нейрохирургов, травматологов, психологов. Да, парень замечательный, искренний, добрый. Идем литургов. Буду признательна, если вы окажете эту поддержку. Валера, вот такой героизм, да, друга, классного руководителя, сестры. Казалось бы, сложное время. Каждый сам за себя. И взаимопомощь, она является редким таким явлением в нашей жизни. Что вы скажете? К сожалению, сейчас взаимопомощь – это действительно редкое явление. Поэтому вот лично вам огромная благодарность за то, что вы делаете для этого человека, для недели. За то, что вы его поддерживаете, своего родственника, своего ученика, своего друга. Идиллию я желаю выздоровления. Желаю выздоровления. Я думаю, что в этом вопросе очень многое зависит от него. Очень многое ему нужно собраться. И очень, как его сильно, ну, уцепиться за жизнь, полюбить жизнь. И прям держаться за нее. И карабкаться, карабкаться. Очень много случаев, когда люди с очень тяжелыми травмами, просто за счет того, что они очень любят жизнь. Они очень любят жизнь, они выкарабкиваются из своей болезни. Непременно передаете пожелания из уст заслуженного артиста Кыргызской республики Валерия Крайнова. Чинарыц, знаю, что сейчас идут судебные процессы. Как они вообще, на каком этапе? Ну, ему сначала отдали два с половиной года. И ссылаясь на вот 90-летие победы, да, и вот амнистия новой президенции. Все выпустили его из зала суда. Из зала суда? Два с половиной года из зала суда? За сломанную жизнь? Ну, они нам вот заплатили, конечно, за операцию. Все. Какую сумму? 140 тысяч. 140 тысяч? Да. Поясните. Только это вот... Ну, а вы сказали, что предстоит операция, что необходима сумма? Да, да, да. И что они? Я сказала суду, что предстоит операция, что подключены вы, вот, Алла Маметовна, Парвин, вы. Он сказал, что надо, вот, доказательство документов, что предстоит такая операция на такую-то сумму. Вот только тогда они, с них гражданский иск надо подать. А вы участвовали в судебных процессах? Нет, я в судебном процессе не участвовала. Я только вначале обращалась к следователю, это было в прошлом году весной, когда я уже начала трезвонить по всей инстанции, чтобы сделать операцию, потому что мы привозили к нему врача с медиа-центра. И этот врач сказал, что операция необходимо снова переделать и укреплять позвоночник, и тем более позвоночник пошел расти криво. Раз мы начали искать деньги и стали вообще усиленно этим всем заниматься, я обратилась и в Министерство здравоохранения, чтобы, может быть, государство опять же на себя возьмет, переделает эту операцию, так как денег нету. И надо эту операцию было делать срочно. Врач сказал, что она скривил себе позвоночник, если он закрепится, потом его переделывать, и реабилитация будет очень тяжелая. И, конечно же, при сборе средств я спросила у сестры, а та сторона, который сбил, ведь там явно вина шофера, это однозначно. Он стоял на обочине, это есть видеокамера, которая за это все засняла. Как идет следствие? Ну, мне дали телефон, она дала телефон следователю, я ему позвонила, он сказал, что документы в судэкспертизе еще до сих пор не пришли. Я поехала сюда, пришла в эту судмедэкспертизу, попросила, чтобы подняли эти документы и немножко поторопились. Они посмотрели, сказали, да, хорошо, мы заключение напишем, чтобы быстрее сдвинуть дело и чтобы суд был. Потом я опять позвонила следователю, он сказал, да, мы все, уже дело передали в суд. Суд в связи с пандемией затягивался, 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 и потом, когда этот суд произошел, уже мне не известили, я на суд не попала. Но из слов сестры, что там, когда рассматривались дела, не было сказано, что это были тяжкие телесные повреждения, что это была такая авария, которая сделала практически человека получеловеком, что нужны большие средства, нужен уход, нужен человек, который бы за этим смотрел. Суд ничего этого не учел, просмотрели, так сказали, ну да, вот был наезд, два с половиной года можно было дать там условно, так как была амнистия, все, из зала суда. А тот, который совершил наезд, он сказал, у меня денег нет. Первый раз, оплатив эту операцию за позвоночек, заплатив 140 тысяч, они тогда сказали, мы бедные, у нас денег нет, у нас ничего нету, пожалуйста, пожалейте нас. И никто и не настаивал, никто за ними не ходил, никто их ни о чем не просил. И вот, в общем, так вот и получилось. Эта сторона, уже все, они сам отстранились, там нет никого. Тамара Борисовна, посмотрите, такая судьба, да, потерял родителей, сложное детство, сам окончил школу, уехал на заработки. Позднее такая трагедия происходит. Вы, в свою очередь, может быть, окажете психологическую поддержку, вот, наряду с добрым доктором? Надо представить себя на его месте. Оптимист, полный надежд на будущее. Парень попал в такую ситуацию, даже после того, что у него было в семье. И вот такая ситуация. Конечно, у него были надежды на скорейшее выздоровление, лечение. И все это тянется и тянется. Это, посмотрите, сколько времени, да, столько людей прикладывали в свое желание, усилие, чтобы помочь ему. Но денег не хватает. Поэтому вот я и говорю, представьте себя, да, каково человеку лежать 24 часа, думать о будущем. Конечно, будет и озлобление, и депрессия, и неверие в будущее. Крушение надежд. Крушение, да, он не видит результата и не видит смысла и цели. Поэтому как можно быстрее надо собрать деньги, помочь молодому парню, сироте, который столько в жизни пережил. Алла Мамедовна, я знаю, что сбор осуществлялся на ваш Ильсом. Мы позднее подключились, отремонтировали ему комнату, решили вопросы с мебелью, посудой. В общем, все такие же личные вопросы. Может быть, вы сейчас озвучите Ильсом для того, чтобы пошел сбор? Конечно, я озвучу, но прежде чем говорить сколько, я хочу от имени всех нас, от жителей нашего села, выразить огромную благодарность. Всем, кто действительно, не на словах, а на деле помог. Всем людям, которые вы ссылали по каждой, от своей, как говорится, ну, от своих средств, им огромное спасибо. Вам, вашей команде низкий поклон, огромное человеческое спасибо. Сколько вы сделали, и утеплили, и там такой евроремонт, и постельная, и одежда, и новая кровать, все огромное спасибо всем. Я выражаю благодарность Али Мамедовне за такое активное участие, Парвину Ахмедову, естественно, вот Чинари за уход за братом. Это очень важно, что на сегодняшний день все стараются внести свою посильную лепту. И вот сейчас на экране вы увидите номер Эльсом, оформленный на самого ИДИЛЯ. Это очень важно, чтобы все сборы осуществлялись только на счет этого пациента. Знаю, что вот каждому из вас сегодня приходится, ну, нелегко, первое, наблюдать другу, как друг бессилен, да, сегодня находится в такой патовой ситуации, как учителю, вспоминать прошлое и знать его лучезарным парнем, который был самостоятельный, независимый, такой оптимистичный, вдруг увидеть его бессилие. И вам, сестре Чинари, как человеку, который ежедневно сталкивается с такой грудой ответственности и заботы. Сегодня я пригласила в студию известного волонтера, который постоянно приходит на помощь. Я думаю, что она примет эстафету, так как я прилетаю в Кыргызстан на несколько дней. Я думаю, что Марьяна Володина тоже примет участие. Давайте ее встретим. Добрый вечер. Марьян, знаю, что вы обладаете чистой душой и огромным сердцем. И в пандемию мы все были вместе, как единый кулак. И вот такая история трогательная, такая трагедия масштабная. Судьба человека зависит не только от Всевышнего, но и от нас всех вместе взятых. Здесь очень много таких нюансов, которые, в принципе, мы можем помочь с лихвой. Это строительство бани, потому что его нужно носить, как говорится, мыть. Это все происходит в комнате, провести воду. То есть какие-то жилищные нюансы, медикаменты. Может быть, вы тоже подсобить и постараетесь помочь. Да, история на самом деле очень тяжелая. Особенно для молодого парня, который настолько любит жизнь. С детства практически самостоятельно бороться за эту жизнь. И вот так все это получилось. Конечно, тяжело было слышать. И на самом деле очень жаль таких ребят, когда происходят такие печальные события с ними в жизни. Вы на самом деле, ребят, очень большие молодцы. Потому что проделать такую колоссальную работу, я как волонтер с 8-летним стажем знаю, что это просто адский труд. И это действительно очень тяжело все это тащить и все это делать. Конечно, мы с ребятами по возможности обязательно постараемся подключиться. К сожалению, мы не боги и тоже безграничными ресурсами не обладаем. Хотя хотелось бы, да. Думаю, что, знаете, сила как пля камень точит, не силой часто падает. И если каждый из нас будет информацию муссировать и ассимилировать среди своих друзей, близких, подписчиков, то мы сможем с вами горы свернуть. И самое главное, это ваше желание, ваше согласие. И нам очень многое удастся. Какие сейчас проблемы? Это, по-моему, Алла Мамедовна, как остро стоит. Это вот медикаменты, да. Ну, конечно, глобально это операция. Я считаю, это операция раз. И помощь психолога, и обязательно, чтобы... Ну, здесь мы решили уже, да. Проблема решена. И впереди операция, чтобы он мог хотя бы самостоятельно. У него ноги не будут работать. Эта часть у него, врач сказал, уже не восстановится. На ноги он не встанет. То есть, чтобы он садился в кресло. Но хотя бы сел в инвалидную коляску, сам мог выкатиться на улицу. Все понятно. Пойти что-то купить, подъехать к столу, сам себя обслуживать в... А инвалидная коляска есть? Есть. Ну, есть. Пока есть, слава богу. Все понятно. То есть, самое главное, это вот баня. Вот, да. И сейчас бы, где бы его купать, надо бы, да. Но и это. Главное его, чтобы укрепить позвоночек, чтобы он садился на коляску. Чтобы он не лежал. Он не может сидеть, у него корпус не держит. Не держит. Вот что такое. Ну, хорошо. Еще вас порадует, что я связалась с нашим главным ортопедом страны, с легендарным главой Бенецето, с Абербеком Джимабековым. Он обещал, что пришлет врачей на днях в первых числах мая, что буквально в считанные дни они примут решение. И, возможно, если есть вероятность, есть необходимость, то могут предпринять уже кардинальные действия. Поэтому, видите, как все складывается. Вот это вот спасибо вам огромное. Все складывается замечательно. Огромное спасибо. Самое главное, понимать, что вместе мы настоящая сила. Ну что ж, друзья, услышав эту историю, у каждого из нас возникли свои эмоции. Кто-то в случае жизни, кто-то понял, что помогать всегда нужно, необходимо. Я знаю одно. Добро всемогущее. И оно воздается. Воздается сторицей. Поэтому не бойтесь помогать. Хотя бы распространить эту информацию, что сирота, кыргызстанец очень сильно нуждается в нашей с вами помощи. Я уверена, что судьба и дилия не только в руках Всевышнего, но и в наших с вами. Вместе мы настоящая сила. С вами была я, Соль Молдакматова. Ровно через неделю мы продолжим откровенный разговор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова